Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я фонарик сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Но в целом то же самое У вас прошли уже первые онлайн-турниры Считаешь ли ты, что вы к ним подошли в оптимальной форме? Или вы могли еще лучше разобрать, сильнее подготовиться? Я думаю, к этим турнирам мы подошли в хорошей форме Не думаю, что можно было как-то суперсильнее выступить, суперсильнее подготовиться к этому Мы в целом просто тестировали и наигрывали то, что мы делали на праках, то, что мы разбирали И это показывает хорошие, достаточно результаты на официалках Ну и первый турнир у вас, первая победа Дало ли вам уверенность, буст какой-то? Что-то в этом роде было Да, да, просто выиграли дикто и сейчас А против ВП у вас не получилось на втором онлайн-турнире? Как ты думаешь, что просто не так? Что вам помешало выиграть? Первый матч мы с ними выиграли Вот, но на второй игре у нас был достаточно сложный оверпасс Это был их пик И они там играли просто лучше, чем мы Но говоря про вертига, мы скорее просто очень жестко затроллили Отдали камбэк И надо было выигрывать вертига Но мы просто что-то затролли пятку Какие-то выводы были сделаны? Может быть, вы на что-то сделали упор после этого? Может, вы разобрали более детально оверпасс? Посмотрели демки? Да, да, мы пересмотрели все записи Все матчи с этих двух турниров, которые мы играли в онлайне Было достаточно много материала Мы много чего разобрали и много чего наигрывали Поэтому, я думаю, уже это будет все лучше Ну это первый ваш лан-турнир, получается, вместе с командой Как ты думаешь, молодые волнуются, нет? Они там вот так вот не ходят, все окей в этом плане Я не знаю, я думаю, потят вообще Я думаю, с кайфом, да То есть, по-твоему, не будет различия между онлайн и лан-турниром? Потому что здесь многие говорят, как я слышал По интернету, что это первый лан для спирит Они будут проблемы, они будут волноваться Как ты думаешь, что не будет чего-то такого? Я очень волнуюсь Ну нет, это понятно, что ты не будешь волноваться Но все-таки у вас три молодых, они на ланах не участвовали Да, я не знаю, думаю, если начнем сразу нормально играть То не будет пространства для волнения И все Окей, ну у нас первая игра против форс Пару слов, у них новый состав, довольно Да, там три новых игрока Да, да, да В целом у них осталось два игрока Они оба очень сильные Про двух новых игроков на рифле я ничего не знаю Про тнира из Теникса А говоря про Снайпера, то я не являюсь его фанатом Поэтому вот так Все, понял Тогда отпускаем Борю Пожелаем ему удачи И увидимся после матча Стоятель здесь Роберта Игрока Ликвид Нашнего У нас талант на этом турнире В аналитике сидит Как раз ты вроде нашу игру, да? Да Я только на вашу приехал Вот Вот это я понимаю, это как респект Что думаешь вообще про Куб Б? Говорят, она сильнее чуть, чем Куб А Да, я в целом согласен Потому что есть Spirit, есть Eternal Fire, есть OneWing Все примерно на одном уровне Я исключаю Force Но у них новый состав И в целом они тоже могут удивить И показать хорошую игру Если сравнивать с первой группой, например Там был, ну, например, Кибершок Суперновая команда, которая вообще в ряд Что покажет Даже, ну, то есть там вообще новые никнеймы Не то, что у Force И были 9Pandas, которые по слабее Условник Virtus.pro Ну да, там есть такие команды Там есть разница в скиле Здесь более близкие команды Что скажешь про нашу игру? 2-0? Я думаю, что Spirit Поговорим? Поговорим, как Фарза играют Могут удивить, я не знаю А топ-1 нашей группы? Мы? Или турки? Или может быть OneWing? Я думаю, выберем Потому что Я видел, как турки играют Турки что-то не в форме сейчас По крайней мере, когда браки с ними играли Ну, OneWing еще сейчас в целом на подъеме То есть OneWing и вы будете, мне кажется, за топ-1 драться Вот так вот Это наш бывший Симейт все-таки Все, спасибо большое Готовь девайсы, давай Готовь девайсы, дайди разминайся, пожалуйста Свой плейлист? Да Тут есть пассаж Это из Энблича Это то из Энблича Это стало КПСС Принутим парк, это макулатура И это вот Галатра Мало кто знает Так что Это первые 8 песен стали играют сейчас Заполнена память Мы решили при Миража Вы пикайте Мираж, мы пикайте на Десайдер На Десайдер ничего не МР-30 И какая-то серёвая пушечка в Масе Орёвый пол Вертига Инферно Энши Анубис Вы ЗКТ начинаете на МР-2? А будто минус Нюх Да, минус Нюх Минус Мираж Тут как-то самые сложные меры Смираж Сначала по нашей игре, потому что у них замена И вначале они будут делать, привычки останутся те же Да, мы страхуем ЗКТ, смотрите, пистолеты как делают Вы страйфуете в 4-ом нит Все, кроме Лёни Лёня остаётся в светлой на смоке В случае, если 20 давит, он перед собой смок покатывает и доживёт И в случае, если они выходят мит, мы вчетвером убиваем В случае, если смок окно летит, внимательно девятка После этого залазите в девятку, соответственно, и пистите их спидвей Скорее, из того, какие мы пистолетки делали, они должны Б-базу идти Старая форезы, Боря знают, короче, смок окно летит И три с девяти бегут, один с соткой крыса И последний, пятый за ворот именно бест стоит Аккуратно Вначале нам нужно делать так, потому что мы стартуем 3-б, вы кидаете два молика Мит, понятно? Ты 3-б страхуешь, Борян, ты делаешь новую штуку, выбиваете себе двойник Допустим, нам влетела какая-то флешка, мы там банан заходим, да? Сделайте чётко, договоритесь и зайдите вместе Потому что чуваки достаточно много страхов, понятно? Пойдёмте Не чоппер обходил, с ним кого-то да поймал Ой, Донг А малыш Донг поймал всю команду ворс Он меня сейчас дёргал, это рано А пока вы дорвутся герцы, понял? У него провисает картинка и... Леоня Знаешь, как можно проверить? Поставь другой рез, может отъедать поясом Если смог 9 идти Хлория, 2 ташки, 1-2, 1-1 Или он агрессор в этом раунде? Да, думает уже кто, если не я Но тут есть проблема, потому что зонтик в соло КТ Это его КТ Дал КТ Дал КТ Найс Летс гоу Найс Блэй руку Блэй руку Присделан по тебе Да? Я когда в всех очках ходил, меня друзья назвали Джейсон Орчем Я не знаю почему Я не походу Не Стэфом даже, а Орчем Когда мы в камеру пойдем Когда будем заходить в камеру Тебе нужно флешком вверх Вверх от восьми кинуть, если там будет закрытие Потом в аптеку Ну я в аптеку не задумывал Я последний номер А то А то Смотрите Смотрите Антифорс Мы начинаем Привода Дергаешь тэшку Медленно Ну первое чпо отрываешь Потом дергаешь тэшку Мирослав бежишь под тэшку Скидываешь шмолик Данилов тебя запускает мид Дергаешь мид Падаешь в воду И делаешь плитб Понятно? Ну помнишь раунд Которого обсуждали в последний раз После этого С коммуникацией И в целом люди расколят в середине Смотрите Команда на Убисе Неопытная У них в целом Финрейте были проблемы Такие чуваки Часто будут прибегать К всяким пушам Внимательно то, что будут в тайминге Вариант банан спускаться И второе Это то, что Мирослав со старта раунда Когда будем дефолты катать Бегай на аптекса Потому что Буквешно маркс Против нас как раз Получалась агрессивная комбина Которая в воду пушит Там будет, чтобы ты на аптексе пробегал Мы отдавали воду И в врыв аптеки ты убил Понятно, да? Если Со старта игры Из-за атакы Понимаете, что Начинают они С того, что на минуте Собирают мфу На предположим Аптеку от флешки пикрут Тэшку вырывает Ланвей выкатывает Мид вырывает Банан спускается, да? Артем, сразу понимаешь это Приходит банан савит С воды не начинается Понятно? Так в целом На все ответы есть Спокойней С ответа Нир Нир сносит зонтикса без шансов А просто Нир Убивает Тиникса И Донку спел поймать шалфея То есть Все игроки в миде Упали Али, Лёха! Я погнал. Я просто снаряд к танк. Вот он. Всё, можно убегать, парни. Он вышел в плен. Стоп, не стали бегать. Я ещё покинусь. Да я убил его. Хороший мир. Много важно было. Убийца. Давай. Пойдёмте кулаки им отбивать, мужички. Первый ланщик, всё такое. Ancient. Ульстрая карта. Ненавижу её. Она сыграли нормально. Ты не волновался, кстати, на первом матче? Нет, Боря. Вообще не волнуйся. Я говорю, живите, живите. Через секунду у меня три чувака падает. Я начал от тебя наигрывать. Так там не надо наигрывать вообще. Ты убил. Ты убил, когда уже. А так меня пипят. Вам надо обратить. А сколько у меня плюс Энтри на Нубисе? На чём? На Нубисе. Плюс четыре у меня, ебать. Сань, что делаешь? Дверь ломает. Думаю, кто сильнее, я или дверь? Посмотрите, вообще в целом, видите, Ник Бумыч, это чувак, который сразу бежит и плачет в другой план. И в целом, когда он жив, и пацанам он болит так, что в любых ситуациях, где у них есть пространство, допустим, они-то нашли размен в Диге, все резко могут развернуться в конкурс. Держите это в голове. Чтобы будет неправильная игра на красных секундах, там, начиная с троковой до двадцатых. Чё, давайте так на так. Жестко. Дракончиков покажем. Да, это всё хорошо. Дракончиков Дракончиков И, тем самым, своё местоположение спалил, ещё и получил шикарную хэшку под себя. Два хп остаются у Игоря. Ну, а тут, как вы понимаете, уже и дефуз, и прикрытие. Не торопитесь, я его замедли, пацаны. Не романься, блядь. Самок. Респект. Ты видел, как Мирик уебал в коне? Вот этот раунд очень важный был, когда Мирик взял. Данёк взял очень важный раунд, первый ЗТ. Это прям сильно. Данёк, потом Мирик, потом ты. Короче, мы с тобой двоём в отцах, в неспокойном вообще. Просто чилим всегда. Это тип в реальной зоне. Нереально. А когда ты один-три остался в джунгли, я знаю, что ты не проиграешь, скорее всего. Я там уже флексить, блядь. Там нереально, типа, правильно. Я понимал то, что два кона, мне это как-то зарешало. Там уже я понял, что это победа, если, типа, этот чел кони меня не убивает второй. Так вы не можете убить тебя? Я понимаю. Сразу страйк, всё. Да там второй зомб. Но он ещё прыгает, и там второй зомб был, смотри. Вот эту разыгровку, которую я рассказывал на разборе, кинуть Молик-Зик, по одному повосте перьям кинуть смог на Олесинку, и два Зика пройти, а они... Ну, то есть это работает. Люди не понимают. Данёк, после того, как вы скинули Молик, у тебя, Артём, по верху смотрит проходящего в секрет, а ты играешь глубоко в ангаре слева. Понял? Ну, заходящего будешь убивать. Как только фраги происходят, они не раздёргивают нас уже. Понимаете, да? Потому что стилистика, вообще, в целом, вот этих чуваков, которые играли всю жизнь, это раздёргивают. Для того, чтобы нас не раздёргивали, нам нужен человек в ангаре, человек на девятке. У нас три смока в двери есть, Даня, после того, как развеет, произошёл какие-то размены, помни, что ты можешь на электроника прийти, запереть фулл улицу, соответственно, четвёртого смока у нас дверь не будет, потому что мы играем против Виталии. Понятно, да? Потом из рабочих ЕГЭ, правильно? Астралис, ЕГЭ Астралис, контакт двери, контакт трампы. Понял. Слово преимущество, да, когда у нас там один-два фраги, не надо супер закрываться, да, можете пойти что-то перекушать. В случае, если у нас с улицы происходит так, что у нас отбили секрет, и у нас, допустим, человек может быть в ангаре, там, Данюк, допустим, Мэйни играл, Артём на девятке, нам нужна инфа. Соответственно, мы идём либо выбивать вдвоём улицу, либо поджимая ноль. Зонтик Хватает, в принципе, по одной некоторым бойцам, но Зонтик встречает также одного, второго, вырубает хэдшотами, можно попробовать чуть-чуть третьего, но здесь по трошке, по трошке заканчивается, вот и чему. Зонтик! Зонтик! Ну, Юрик, приобщай вот папочка, блядь! Твоего оппонента по кардио, посмотри, Ван Винтон! Ошибаются, пачку принёс, Артфрост даёт информацию, потому что пачка здесь, и играет агрессивно. Моликом сжигают сейчас Бориса. Не повёз, Артфрост, ой-ой-ой! Топают уже в мэйне. Бумыч, ну и всё, это одиннадцатый для Спирит. Это эйс для Артфрост. Браво, Артфрост. Вечно не вижу. Гуёвый, 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 гуёвый! Стол, стол! Пошли, пошли! Пошли, пошли! Сотка, Сотка убил! Мэйха убил! А на что? Всё, доживайте! Девять-девять! Понимаешь? Я на тебя смотрю, Данька! Ленка! У меня один вопрос, как ты тренируешь, расскажи всем! Не многие, не многие, не многие знают как, я просто знаю, я уже наслышан. Расскажи, расскажи! Расскажи всем пацанам! Ну, я никак не тренируюсь, я просто играю, ну, много в контрол, много играла пагов, браки и так далее. Ну, был период, когда я играл там ДМ, но я не чувствовал такого импакта, как от пагов. Окей. Просто ты, получается, перед праками что, ты просто вводишь прем играешь? То есть, вот, например, у тебя как твой график? Я перед праками 10 минут прыгаю коза и захожу. И все, да? Ну, могу ретейк еще поиграть. То есть, типа, ни ботов, ни ДМ, ни какие-то там префайеры и так далее. Просто микро и все. И либо ретейк. Как тебе еще легко было? Мы вели в счете. У нас, ну, разгромный счет был. Но я все равно понимал, что они хорошо играют карту и они могут, ну, взяться просто, начать и набирать раунд. Было у тебя хоть какое-то волнение перед первым ланом с командой? Ну, да у меня перед каждой игрой, типа, есть такой, типа, мандражик. Мандражик. Это нормально. Ну, хочется играть побыстрее, но в самой игре нету ничего. Просто я думаю только об игре. Мы сегодня закончили 2-0-2-0 против Форс и 1-вин. Ты ожидал такого результата, когда приезжал вот сегодня на лан? Ну, и да, и нет. Да, потому что, потому что у нас был, ну, или кракет этого. В общем, мы много сейчас еще играли. И там что-то проиграли сегодня. Там ребята нас пытались переворачивать форсы. И чувствовалось, что чуть-чуть может, типа, что-то не так быть. Ну, там, типа, все сразу-таки, все отцы, там, гоу-гоу, там, я то кину, я то, я тебе то, смотрю и прочее. Все получилось плюс-минус, как я ждал, если ребят никого не мандражу, ничего, все уверены, моралька летит и такие в сфере. Ну, в принципе, на лане никакого отличия не было. Может, дал буст какой-то или наоборот, вообще все равно, лан, онлайн, вам. Я думаю точно, что сегодня, ну, понятно, что Даня там и так все, в принципе, суперстар танцев играл. Ну, сегодня вот и Мирик важный, очень классно, что брал Итема там какие-то, раскручивал. Хайлайт из Ростов-Сехлаунов, короче, очень было прикольно. Короче, они молодцы вообще. Даже сильнее показали, чем идет на практике, надо отыгрывать. Казалось, что, может, это мое мнение, субъективное чисто, то, что против анвин как-то даже было легче, чем против форс. Я думаю, так получилось, потому что мы взяли на Мираже очень много клатчей. То есть там был клатч, сразу же первый клатч, это Даня убил троих в яме, когда, потом следующий клатч выиграл Мирослав. Потом еще один клатч выиграл Артем. То есть, ну, как бы, могли быть тяжелые ситуации, если бы этих клатчей не было. И получилось так, что мы сыграли 4 клатча, и все 4 мы выиграли, и поэтому так получается, что кажется, что легко, типа. Но на самом деле хорошая игра, ребята из анвин и форс, они нормально играют, но просто сегодня нам больше везло, там, больше хатшотов взлетало. Вот и все, увидимся послезавтра. Противника пока у нас нет, игра у нас будет вроде днем. Если я не ошибаюсь, парни сейчас будут кушать, готовиться к матчу и тренироваться. Показывать уровень, правильно? Да. Друзья, у нас следующий игровой день. Сегодня мы играем против Nine Pandas. Ребята, вот, приехали уже. Раскладывают девайсы, готовятся к игре. Как прошел вчера же день у тебя, как прошла подготовка. Когда ты узнал, что у нас будут противники Nine Pandas, что ты первой сделал? Вообще все равно было, да? Ну да. Ладно, как ты готовился вообще? Или просто, ну, задержишь на сервер? Перед смерти не надышишься. Даже кубик собрал 9 секунд. 9 секунд рекорд. А ты один раз играешь перед первой матчей? Ну да, чтобы с трейфой почувствовать. А что, на дем? Ну, типа я на дем зайду так, чтобы вот так вот поделать просто. Только и дем, да? Да. Ну, еще есть fast-time reflex. Я там с пистолетов подгинуюсь. Там на тебя прыгают, подолбуем. Соли, вот этот нож я выиграл за то, что вышел на Play of Adventure, от Antwerpen. А вот этот Play of River. Это нормальная матча. Можно я с твоими друзьями тоже спорю? Это на медведя нож. А он же так вот, типа, грязный. У нас с Леней одинаковые перчатки, одинаковый скин на нож. Короче, у этого ножа невероятная история. Мне кто-то, я не помню, Серега или Саня, типа, говорят, бля, надо мужской нот купить, его большой. Не помню кто. Я такой, это, 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 говорю, хуйня полная, короче. В итоге я его покупаю себе, захожу играть, наверное, на G2, на Ancient, а капитана нет. А я, короче, вот ее в руку оберу, и мне вообще не нравится, типа, вот эта хуйня здоровая. Да, вообще, я не могу двигаться с ним. Знаешь, какая стата у меня была за сторону? Минус там было, как-то. 0-0? Нет, 1-1. Ну, там, короче, за всю карту 1-1-2-2. 1-1-2-2 было всю карту. Ты рассматриваете рекорд? Не, ну, у меня были интересные игры. Ты читал там пирс, там, с таким игроком? А, ну, там, короче, есть одна глава, ну, вон, Саня я видел. Там, короче, рассказывается про мячи, что нужна воля, короче, для мячей и ножей. Что с ними нужно уметь совладать, короче. Все, КС-2 уходит, ебашим все. КС-2 неделя проходит, я вообще отец был. Забиваемся с тобой. На что? 50 евро. 60... Аимка. Жень, ебани. 50 евро, аимка. Поехали. Все, блядь. Давай переспорим. Можно переводку? Давай нюк 1-1. Нюк? Да. Минус Серега играет почти всегда в нюк 1-1. Ты же на тренировку. Так ты тоже поттернируешься. Вообще не знаю. Даст? Даст 2, да, 1-1. Лонгзик, лонгзик. Все. Аплэн? Без медали. Можно даже без айка. Если хочешь. Все, пей. Все, давай. Переспорили. Все, переспорили. Да я сам. Да, нормально. Сейчас отобью на Владе все, что я прогнал на дотинг. Летс гоу. Если я Владу проигрываю, я заканчиваю свою пари. Ну ты, короче, КС-2 выходит через дилю, я тебе свой аккаунт даю. На 2-2 заходишь и Влада прошла с нолю, не мандоваришь. Поговор? 50 евро. Копейки. Все краса. Ну, тебе ни процента нет. Нет, конечно. Мне еще все. Все, играем. Они дублпикают, черти. А где стрельба-то, блядь? Через них помоги. Не надо помогать, я сам справлюсь. Ай-яй-яй. Читеры. Вот здесь, ребят, будет стрельбер. Дань, твои тиммейт сказал, что стучно. Двушечка, зато своя. Золотая. Париж, 3-2. Сперт. Первые бани, теперь. Минус интерна. Суртига. Смираж. Персонавис. Минус интерна. Минус интерна. Минус интерна. Одно без интерна. Минус КТ. Тоже КТ. Пару слов, готовы играть. Как тебе пик? Пойдет. Пойдет? Нормально, комфортно. Да, да. Никакого сюрприза не было. Минус интерна. Пойдет. Пойдет. Джим Спирит. Я просто именно не в игре. Я просто бегал 22 на 8. Я пару раз Кваксу убил, потому что сказали, что у него 3 позиции. А, да? Да, я просто понимал, что я все точно распекли. Это жестко. По пикселю. Это кому спасибо? Сережа? Конечно. И Леня. Еще раз, Барян. Прыбы в банат. Либо под флеш, либо двой стоя в другом. Другой подружки прям с моря, это распик бананов. В нагло. И в тайминг просто подходит в дуэльно-широчайшем страйк. Старо-шестаро. Это происходит где-то на минуте. Шестаро. Смотрите, эти чуваки после размена начинают что-то перепикивать. Аптеку там пушат. Мидл может запушить, сейз-за там на воду упасть. Главное, когда мы после 50 секунд идем толпой в точку, да, делаем все четко. Кто последний? Будь-то если мы идем за атаку сплитить А на воде, Артем граната, докидываешь, сразу же спину в воду забираешь. Окей? Если есть тайминг пройти в аптеку, забивай на него, мы толпой отвезем меньшинство, и в голове будем держать с аптекой. Когда на Б базу заходим сплитом, внимательно, что с окна может упасть. Как только гранаты кинули, понимаем, у нас появился спейс, и воду может упасть, просто перечекать. Даже дойляться не надо, он все равно без улов потом будет играть, понятно? Да. В случае, если нету А-контакта, ближайший там 15 секунд, Аленя отходит чуть назад, стрельфует, смотрит камеру, да? Если что-то летит толпой, пиздим аптеку, если мы понимаем, что это Б база, то откроемся воды бежить в спину в голове. У нас два Т-шка стоят, если на Б базу они будут делать раунд, соответственно, Т-шка покрошится, если по нам зайдут, у нас фраги будут, мы закроемся. Арт-фрост остается последним, у него 25 хп, есть по нему информация, минута времени на таймере, бомба у него в руках. Я хочу выходить после игры в воздух, он подождает, как дождь, просто на тему, тут солнце. КТ-пистолеты. Мы будем делать НИПОВ, то, что обсуждали вчера, проговаривали. Внимательно, потому что у них дефолт пистолет, они кидают флешки вверх, врывают монстр. Боря, Внимательно, и Мирослав, они делают постоянно бусты на Б базе. Буст на планте, любимая штука, буст дефолт и со старта раунда, и буст на деревяшке. Уфрыв детская по два молика, Дань, чувак, сразу бежит в детской. Внимательно, под это Алик по два играет. Он без флешек бежал. Еще он любит на шарах. Вообще, в целом, у них диффенс, они не играют издалека, и Гловинг постоянно что-то делает. Либо подвал плюс между, как типа Лигвит играет, либо у них тема, что Гловинг залазит тезиса, делает, да. Один у них длина, у них постоянно средний. Лень и Дань, есть сетап на троих. Они его колют два раза за игру. Это два туалета стоят один метр. Гол сыграем в обычной КС, с которым мы тренировали, и в середине не загоняйтесь в какие-то такие, знаете, категоричные штуки. Просто добавьте легкости в игру и поменьше негативного какого-то фона в тезисе. Внимательно то, что анти-эк, они в тех матчах, в которых мы смотрели с Леней, три монстра, два зиг часто ходили. Сейчас они подлиннее, потому что они не повторяют это. Если, допустим, мы пистолеты в ЗКТ проиграем, нам нужно вчетвером на стакт, но так, чтобы с неким монстром мы могли обновлять мирослова. Понятно? Уже сетап Леня скажет. Опять же, за атаку посвободнее, посвободнее, ЗКТ в середине убиваете, находите фраги, спотите, да, смог сейвить, не сейвить, решайте сами. Первый бай обязательно засейвить, показать, как будто мы играем, как в прошлую игру. Чуваки без фона от тюрьмы проходят, контактатчик монстр. Понял? Если мы, допустим, с первой секунды кидаем смог в монстр, мы понимаем, что у нас интересат и смогов не останется. Нужно прыгать на тюрьму, у тебя будет халявный фраг. Мы играем сначала в средних, потом отходим. И опять же, на бай раундах такая же история. Артём, если стоит в банане, тебе нужно берг с авиком, скопить, потом меняться, тебе вставать на монтаж, вставать между. После того, как вы собираете какую-то инфу, уже потом закрываться и следить за смоками, нужно ли нам отборать. Нам нужно, нет. Ты должен, Артём, предполагать, куда идет соперник, это дефолт длина, дефолт терзмей. Фраг находить, и у нас будет преимущество дальше его реализовывать. То, что мы вчера проговаривали, что не все карты будут складываться с того, что мы разъебываем в тотал, просто в тотал и выиграем сильный стол. Мы все равно знаем, что мы в движении сильнее, как команда сильнее, мы раунды перевернем. Для того, чтобы оптимально играть, нам не нужно подавать эмоции, особенно в TeamSpeak. Окей? Продолжение следует... Найс! Лучше, блин. 20 ров. Скилл, мэн, летс гоу. Найс! Лучше, Лёня! Найс! Я не буду смотреть, я не фэш, я не фэш. Я забрал, я забрал. Окей. Там скаундувили. Это... Б, правда? Г, это... Нет, нет, нет. Хороший столет, еще... Найс! Ой, Найс! Это... Сейчас в львов будут так, атак. Они на базу играл подъебали. Вы вдвоем подъебали. Серега, мне так же дают встать? Да, начинать, потом в банан проходить. А, тяг, сэр, кидай, кидай. Ты хочешь, Серега? Я буду пофизис, Даню, по морику дать, и все, и кучи на дать. Потому что обратно на... Вот по морику дать. Даню, го! Я в тихонушке. Пониграю. Найс! Найс! Боря обязательно! День гейс, красавчик. Перейдти ногой. Перейдти ногой. Суперку. А, цикл. Жди со мной. А, цикл. Я мазки в туалетщу! Оййяй! Херой, чел был в девять дней антифлэш, а нас не получилось, варень, чел никогда не прыгает, инфы нет. Дергать, дергать, или даже диффузить до конца. Боря выиграет. Боря выиграет, да, Боря выиграет. Боря выиграет, он... Боря просто лучше. Умница, парни. Это... Это я, просто. Супер тяжелый, все нервничают, все трясутся на этом сервере. Очень тяжелая игра. Ну, молодец, Донг. Вышел один на графику из Дарвина. Девять, девять убил. По мне, по мне, по мне. По мне, по мне. По мне, по мне. Я за вас. Все, все, не пить. Я вареный сейчас. НАЙС! Ага, просто его как обходят. Клоднокровно играет. Есть мраз. Есть еще и смачок, можно будет... И спокойно подставит. Это снайперская дуэль. Предвещалый просто дефать на морозе, флешить под себя, джиджеллот ее тушит. Все, чет. Снер. НАЙС! НАЙС! Лучший, Донг. Барят, игровый дом, которого сегодня невероятно... Регет первый падает, второй падает. Но кто, если кто, закончит эту игру? Артфрост видел игрока ЕМА, что в этой ситуации в манчестве оказываются на фантас. Поклад, но также есть информация. Еще и флешка прилетает. Артфрост, но с попом убивает. НАЙС! ЗАМАЙС! 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 Я бы вообще шаб подряд все карты игрались. Молодой шабк. Молодой. Мне 23. Сколько у нас разница? 7. 7 лет. 5 минут, то есть. За контрол делаем и чизовку. Двое из вас идут дальше распитывать боя арену. Понятно? До конца. Найдете фраг и потом разбежитесь. Мирослав, вам нужно понимать, что как только мы в боя арену спаримся, у вас люди сорвутся на А. И они знают, что вы играете два га. Леня, поближе к Мирославу, окей? Окей. Смотри, еще раз. ЗКТ. Мы стараемся забрать рампу. В случае, если неудобные гранаты, арты и так далее. Артем сразу ответ молит. Мирослав, дальше отталкиваемся от тебя. В случае, если мы рампу отдали, это не панацея. Мы можем ставить рампу, но у нас хорошо это получается принимать. Третий смок. Ножки не обновляем. Это либо короткий, либо сангал. Окей? Да. По поводу того, как они играют за атаку, все помнят? Что-то вязкая игра, медленная рампа, под флешки ВП. При этом есть еще раунд три, из которого они разбавляют антипорс, делают регонцы. В паузов, сангай, в гранту, в гранту. Не надо. Как это? Как это? Не надо. Нормально. Как там? Не надо. Нормально. Ведь сангай. Про, тут у нас Донг, который роняет Нира. Также стоит отметить, что Мэриску дали уже на минус 88. Восемь, и также Норберт проигрывает свою перестрелку против Донка, и Донк убивает. Убиваю, гранат, сам пойдем. Нет, кто китал. Бля, такой ты ювелирный. Расслабчик, Мирик, не дай, ты выиграл, нахуй. Респект, уважение. Я вообще крысил как мог, блядь, просто. Мирик там колит, пойдем драться, говорит. Мирик, пойдем драться с неба, я такой. А Молик дать? Леньке два бая дала. Первый бай, контакт там, говорит, распикаю. Пошли, я второй бай. Я говорю, два Молика взять, вот два Молика, 9 на пятерку, да? У нас дали мы гранат, но надо сохранить. Ари, флеш 5, так же, как Молик, и 9 блайн. Сколько вы подгласили? А вы не блайн. Просто, просто, просто. На кит-сайт у меня за 9 раунда было 8 прай, потом за остальные, блядь, 20... Брат, 121, а я два раунда подгласил. Ты просто сначала сказал рефреш, я думал, говори флеш, как Молик, блядь. Я не понял. Нет, сейчас сказал. Ну что, так, у рюм остается. Подвал, помнишь, как он играет? Фаст 0 и кидает вот это. Пережидаешь, пиздешь его. Тебе нужно начать на базе с агрессией, беденкой. Потом перестроимся в средний, потом в глубокий. Налезать династию. Смотрите, если Даня дает фраг, Мироклав и Борик. Мы поначалу дэмэдж гранатку, дэмэдж гранатку. И они спотят зиг. Первый бай раунд, заходите вдвоем в зиг. Пока пилы там не дадите, будем играть от Орена. Мы так никогда не делали, у нас будет быстрая информация. Смотрите, если мы убиваем ник, не Норберт. Получается, если не Норберт, ник, Норберт выбежит в монстр. Сразу же перепикать монстр. То есть в лейте сейчас будем заходить в зиг, когда Данюк у нас будет играть в подвал. Дальше перестроимся уже в нашу дефолт. Да, надо сожрать у них пространство, прям состав. Чтоб они делали все медленно. Дальше мы перейдем в то, что будем сервить смоки, играть наш дефолт. Я могу дальше с ним вас сделать в этой игре? Я не делал. Да, может. Смотрите, касаемо атаки. Леня, пистик довольно стиловый был. Значит, нужно два человека в арену. Один Мирослав, второй Боря. Они идут сразу в арену. Вас нужно, чтобы не заспотили зиг. Вы в зиге вдвоем крысики. Поняли? Вы заходите вдвоем в арену, поставите за локацию и крыси. Вы втроем с пэшкой идете, отбиваете фулмид. Как мы это делаем в пэшпяте? Понятно? Прям медленно отбивай мид. Слушайте, смоки монстр обновляют, не обновляют. Нам нужно отбивать мид под две флешки и ранбуз в длину, сажать туда Даню. Он проходит в курилку, отбивает фултуалет. Они будут стоять в закрытую. Так что сбиваем тайминги. Либо заходим в А, либо оставляем опять же Даню, идем толпой в Б. Тогда, коль Даня засейивает себя монику. В моменте, когда вы подходите под Б, Даня должен кинуть что-то на А. Вот прям 30-е строковать секунду. Нужно дернуть в край. Так 2-3 на А будет работать в противник, как мы ходили, да? Лейт монстр тоже. Но внимательно следить, затем обновляют они смоки монстр или не обновляют. Если не обновляют, у нас есть ДФБ. Мы берешь отряд, берете три ХЕ, кидаете две в бочку, одну за стол. И с этого уходите контакт 6-я базу. Мы должны ХЕ кидать им, чтобы они не сейвили смоки. Один раз ХЕ кинем, в следующем раунде они смог будут отдавать. Соответственно, если смок отдают, нам надо глубоко выбить А, посадить Даню, и под это побитал коль Б. Как он был близок. А там ДФУЗ? Где идет? Там ДФУЗ не идет, конечно, но... О, попадают через стену! Понятно. Сака, когда я в САУ убил двоих, мы 5 в 3. Мне просто флешку от ИКСа кинуть, мы выиграли раунд. Те кинули. Нет, не от ИКСа была. И по что он туалет... Нет, по что он туалет, я на туалет купил сразу. А мне больше, что он туалет. По что он туалет? Те, он, да? По что он туалет, я бы не кидал просто так. Мы как будто не уверены в своих силах. Это я так чувствую. Ты в своих уверен, Даня? Я в своих пиздец уверен, но мне не нравится, как мы коммуницируем. Все остальные тоже верны в своих силах, Даня. У нас две флешки на команду. Ну, это... Ладно, это первый бай. Но второй бай, как мы... Так вот и сам, но в мире нет денег. Наши 5. Там не в этом проблема. У нас тип выходит с шаров, когда мы 4 мит и убивает своих. Такого не должно происходить вообще. Хорошо, Даня, что-то требует. Я разрую. ЗКТ. Тебе будет хорошо Артем БДО вставать, сетап не да и упор ян. Ладров любит играть, так же, как против Найнбандос, да, по 2 плашев вливать, потом 5-край. Все, мы за атаку в прошлый раз Декера раунду взяли, за то, что все-таки спинтовали, меньше играли каких-то прямых раундов. И у нас была игра между полном и Зигит. То есть, если ты в середине хочешь разбавить, играть прямые раунды, окей. Со старта не нужно играть прямые раунды. Дайте немного поэнергичнее это делать, а не как будто сонная муть в себя. Окей? Там сейчас было впечатление, что тяжело играть. Дайте пободрее. Красный зончик на ретейке. У Чоппера есть диффуз. Он уже уткнулся, но это... Не-не-не, он фейканул, фейканул. А, ну все, никак не выиграть. Три в одного, заходит в флэн, а его уже с ножиком. И пробует бомбы снимать. Его с ножиком. Нет. О, нашел диффузик! Он успевает? У него есть шанс? Нет, у него он не успел. Он начинается сплита от команды Виртус Про, падает Норберг перед ямой, и сейчас, возможно, также упадет Фейм. Здесь у нас находится опорник базы B, и он сносит троих игроков. Команда Виртус Про, это восьмой для Спирит. Димейн. Не надо давать ни флангзик, а может... Я не могу дать димейн с этого ракурса, никак. Я подставляюсь под всем. У него есть молик в яму. Он понимает, что был второй в коврах по инфе, и он просто садится дефать бомбу. Дефульс в деф. Да! Аккуратно второй авик, аккуратно яму упор. Мирослав, слушай смокина, дают ли ковры ям. НОЙ! Артём Борька лучше, ты же можешь под кон посадить, Лёнька. Стоять, парни, три на. Три на, пойди, под конку, катались. Лево-право. Дангл. Иди на голову, я выходил джангл. Пацаны, подходите яму ближе, просто контакт не будет сыграть. Я вышел джангл. Жизнь, жизнь, оден в окне. Лёнь, вы не голову. Дангл убил. Дангл, 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 дангл. Дангл. Джангл внутри, я смотрю. Попал. 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 Хорошо, да флеш ему, да флеш. Лебят, я под головой как-то увидел, чувак, хуй пойми. Тёма, сейчас просто готов, мне кажется, встать, пойти драться просто, бляд, с кем-нибудь на улице. На, и таки посвистай, ребята, посвистай. Давай. Я не могу дать им мейн с этого ракурса. Никак. Я подставляюсь под всем. Найс! Как же я начитал, блядь, это бэ нахуй. Блядь, пиздец, выебал, сука. Найс! Найс! Лучше. Блядь, хорошая функция. Тёма, умница. Найс! Я бы начал на ротве. Уходи, там, ближе. Всё, понятно. Убила. Жень. Аккуратно. Ковре аккуратно. Ещё трону обратно. Да! Куда? Найс! Тупую, главное, прошивать, едва под коврой ожидается. Ковре аккуратно. Нет, нет, нет. КТ. КТ. КТ вышел. Под окном. Я сад... КТ нет. Блядь. Я развею под коврой. Парик. Всё, че-че-че-че. Парик. Раскид точки А. Начинается от команды Spirit. Первый, кто встретится со своими оппонентами, это Фэйм. Нет, это был Флит, который находился на искре. Очень сложная ситуация для Фэйма. Донк его моментально разменивает. Попробуем. 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 Чемпион? Чемпион. Устал. Данек красава. Данек лучший. Данек пиздец, батя. Че-то даже в Нараку не хочется поиграть. Хочется просто расчариться жестко. Как бы я это, ну было интенс пиздец, весело, прикольная катка, если бы была не такая веселая, то я бы просто приехал бы домой и в Нарако пошел бы хуярить. Нарако Блейпоинт, всем советую, с кайфом. Ребята, поздравляю. Всем милан. Трестный факт, это первое. Ну гоу, гоу, погнали. Ура, Тим Спирит! Да нормально с кайфом надо похавать, но тяжелые, тяжелые все, все это не тяжело было, пиздец. Друзья, всем привет, мы выиграли пари Дунаф Лан, обыграв в финале ВП, очень рады этому, спасибо, что за нас болели, это было очень трудно, но мы все остались довольны. Блейте за Тим Спирит. Ну что, мы выиграли турнир 2-1 против ВТП, была такая трудная игра. Как твои ощущения? Первый побед на Лане? Сил не осталось, я очень рад, но сил прям, ну вообще не осталось. Чему тебе этот план научил, в первую очередь? Может какой-то ценный урок? Просто опыт Ланы и все. Типа меньше нервничаю и прочее. Не могу ничего выделить конкретно, просто общий опыт какой-нибудь. И были мысли, что топ-1, топ-2 будет, типа с тобой будет близкая игра, в принципе так и получилось. Дальше какой у тебя план у команды в целом? Тренироваться еще больше. У вас какой-то турнир? Будет, сейчас Данек получается возвращается домой, у нас сразу стартует турнир какой-то в онлайне, вот, типа подготовимся как-то к нему и уже на нем надо, прошу вас. В принципе, на этом закончим. Спасибо, что смотрели нас. Ставьте лайки и подписывайтесь на Тим Спирит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok